Здравствуйте, меня зовут Аникина Лидия и это Клач ТВ. Как спланировать свой отдых в городской среде? Согласитесь, важный пункт этого – гостиница. Представляем вам лучшие гостиницы Костромы по версии Клач ТВ. Партнер проекта – Центр амбулаторной хирургии ЦАХ. Многопрофильный медицинский центр с дневным и круглосуточным стационаром. Всем привет! Это проект «Лучшие Костромы» по версии Клач ТВ. И сегодня мы находимся на территории Азимут Отель Кострома. Это сетевой отель, который работает по стандартам Азимут Хотелс. Он расположен на въезде Сирославского и Ивановского шоссе. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в Азимут Отель Кострома. Чем я могу вам помочь? Меня зовут Лариса. Это проект «Лучшие Костромы» по версии Клач ТВ. Хотела попросить вас провести мне экскурсию. Меня зовут Марина. Я руководитель отдела продаж. Я с радостью покажу вам отель. У нас есть номера в основном корпусе отеля, а также вот такие уютные домики бунгало с собственной парковкой и летней верандой. Марина, а у вас что еще есть? Деревянная бунгало? Это не бунгало. Это деревянный коттедж с баней. Ведь Азимут Отель Кострома – это отдых в русском стиле. И всем нашим гостям мы предлагаем попариться по-русски. Настоящий парной на дровах. Ничего себе! Давайте посмотрим. Можно, да, посмотреть? Конечно! Здравствуйте! Здравствуйте! Можно посмотреть вас? Ну, проходите, посмотрите. На первом этаже у нас находится баня. Сейчас я вам покажу парную. Вау! Настоящая русская баня! Как классно! А здесь после парения вы можете освежиться в охлаждающей купели. Ну, и в каждой бане у нас уютный внутренний дворик. В бассейне? Здесь, да, здесь есть бассейн. Можно жарить шашлыки. Ой, я лишь самоват. После каждого банного сеанса мы предлагаем нашим гостям угоститься ароматным чаем на травах с медом. Очень здорово! Я слышала, что здесь еще второй этаж есть. Пойдемте посмотрим. Да. Конечно! У тебя же целый дом. Его тоже можно арендовать? Да, возможно, и посуточная аренда этого коттеджа. Добрый день! Здравствуйте! Добрый день! Пожалуйста! Вау! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Спасибо большое! Как это все аппетитно выглядит, Марина! А какие еще блюда можно в ваших ресторанах попробовать? В ресторане Бештат и Русская Кухня мы подаем блюда нашей национальной кухни и европейской кухни. Причем покушать у нас можно круглосуточно, потому что оба ресторана работают 24 часа. Здорово! А свадьбы тоже проводятся в этих ресторанах? Небольшие мероприятия можно провести также в этих залах, а для более крупных торжеств у нас есть еще два ресторана – Азимут и Сами. Давайте, может быть, попробуем? Конечно! Я думаю, пора начать. Я смотрю, работу полным ходом. Вы готовитесь к банкету? Да, мы сегодня ждем молодоженов и их гостей. И они, кстати, не упустили возможность и попросили нас организовать романтическую церемонию бракосочетания на нашей летней лужайке. Классно! Смотрю, очень все здорово оформлено. А отель как-то поздравляет молодоженов? Да. Каждой паре в подарок от отеля романтический украшенный номер в подарок с фруктовой тарелкой и романтическим напитком. Кроме того, независимо от количества гостей на вашей свадьбе, мы дарим шоколадный фонтан для угощения и летнюю веранду. Я думаю, друзья, что свадьбу точно нужно играть в азимуте. Это прямо абсолютно истинно. Марина, у вас сегодня столько гостей я видела. А что у вас происходит в этом зале? Как будто корпоратив? В саммите у нас сегодня деловое мероприятие. Конференция агропромышленной компании. Можем заглянуть. С удовольствием. Давайте посмотрим. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Альбина. А меня Владимир. Очень приятно. Альбина, Владимир. Почему вы выбрали именно это место для отдыха? Ну, во-первых, здесь очень замечательно. Баня на дровах. Нам очень нравится. Очень много места для отдыха. Теплый бассейн, собственно, где купаются дети. Ну и замечательная природа вокруг. Марина, спасибо вам большое за эту экскурсию, за такой теплый прием. Всегда пожалуйста. Будем рады видеть вас у нас в гостях. Спасибо. Вот такую замечательную экскурсию нам провели по отелю Азим. Это был проект «Лучшие Костромы». Всем пока. Добрый день. Меня зовут Юлия Тихомирова. Это проект «Лучшие Костромы гостиницы» по версии Clutch TV. Сегодня мы находимся в арт-отеле «Александровский». Это первый в истории города арт-отель. Чем он отличается от обычных отелей и сможет ли нас удивить? Давайте посмотрим. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Елизавета. Чем могу помочь? Очень приятно. Елизавета, я очень сильно устала с долгой дороги. Она была непростая. Скажите, у вас есть свободные номера? Да, конечно. У нас есть два свободных номера класса «Люкс». А можно посмотреть и тот, и другой? Да, пройдемся. Я вам покажу. Замечательно. 104-й у нас находится на первом этаже. Прошу. Ух ты, боже мой, какая красота! Вся мебель, что здесь вы видите, привезена из Флоренции, с завода к офисе. Все ткани, шелк, бархат, все настоящее привезено из Франции. Люстры, пол – это все экологически чистые материалы. Пол у нас заказывали в Германии, из города Дрезден. Специально он был разработан под этот проект. А скажите, у вас много дизайнеров трудилось над этим проектом? Да, у нас трудилось шесть дизайнеров. Один из них – итальянский дизайнер. Потолок, прошу обратить внимание. Роспись здесь была. Нашими костромскими художниками замечательными. Это действительно очень красиво, это впечатляет. Ну, остаюсь здесь жить. Хотя нет, надо посмотреть второй номер. И санузел. Вот что меня интересует. Покажите мне, пожалуйста, санузел. Довольно просторно. Да, прошу обратить внимание, плитка у нас итальянская. Сантехника вся немецкая. А текстиль у нас ивановский. Я прошу обратить внимание на качество. Боже мой. Ну, пойдемте тогда смотреть еще один номер. Да, обязательно. Друзья мои, вы знаете, я, конечно, всегда подозревала, что в Костроме живут очень талантливые и нетривиальные люди. Но чтобы так... А это что такое? Это настоящая печка? Нет, это имитация русской печки. Пройдемте, теперь я вам покажу санузел. В этом номере он просто замечательно, великолепный. Ух ты, вот это объем. Это санузел немецкая сантехника, итальянская плитка и, конечно же, ивановский. Ивановский текстиль и две раковины с любимым человеком. Можно чистить зубы одновременно, что мне очень-очень нравится. Да, да. Хочу вас еще познакомить с особенностью нашего отеля. Это выставочный зал. Польша. Сейчас здесь представлена заслуженная художника России, Рыбакова Ирина Владимировна. Этим можно любоваться долго и отдельно. Я даже не знаю, на что смотреть. На великолепные картины, на великолепную мебель. Или первое, что я увидела, если честно, зайдя в этот зал, это люстра. Люстра, да. Это также очередная изюминка нашего отеля. Лиза, боюсь, что это уже не изюминка, а целый инжир. Наверное. Привезена была из Испании. Собиралась костровскими ювелирами. Ну, про нее, мне кажется, можно уже ничего не говорить. Просто можно смотреть. Потому что она потрясающая и достанченная. Слова здесь лишние. Это просто этим хочется наслаждаться. Вы определились с номером? Да. Я, пожалуй, останусь на втором этаже. А может быть, вы хотите поужинать? С удовольствием. У вас ресторан есть? Есть. Он находится у нас внизу. Ну, а это наш ресторан. Выполнен он также в русском традиционном купеческом дворянском стиле. Здесь вы можете наблюдать также роспись наших эстрадовских художников на этой стене. Мебель также, я уже даже боюсь предположить, из Флоренции. Причем обтянутая кожа и страусы. А это сусальное золото, если не ошибаюсь. Да, все верно. Ух ты, что я вижу. Это и печь, и камин в одном. В одном флаконе, все верно. Наши костровские таланты, художники, делали это все специально для нас из Росты на заказ. Ну, ну что, что могу сказать? Ничего, я уже все, я уже с ума сошла от вас. Ну что ж, друзья, мы с вами познакомились с первым костромским арт-отелем. И я могу с уверенностью сказать, что это уникальное место. Я пытаюсь вычленить одно самое яркое впечатление. И понимаю, что не могу этого сделать, потому что мне понравилось абсолютно все. Точно знаю, я сюда вернусь. Это проект «Лучшие костромы гостиницы» по версии Клач ТВ. С вами была Юлия Тихомирова. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Добрый день, меня зовут Людмила Николаева. И это «Лучшие костромы» по версии Клач ТВ. Сегодня мы решили посмотреть на новый отельный ресторан «Круиз». Ему всего год, но этот отельный ресторан уже заслужил признание как гостей города, так и костромичей. Почему? Давайте посмотрим. Добрый день, меня зовут Людмила. Добрый день, меня зовут Маргарита, я управляющая отелем и рестораном «Круиз». Рада приветствовать вас в нашем отеле. Спасибо, очень приятно, потрясающее место. Спасибо. Мне хотелось бы узнать, вообще с чем спиром сталкивается гость, находясь в отеле и ресторане «Круиз». Конечно, прежде всего, каждый гость проходит регистрацию на ресепшене. Конечно, мечтает побыстрее оказаться в своем номере. Добро пожаловать в номер «Комфорт». Давайте я вам расскажу про наш отель. В нашем отеле 17 номеров. Это бутик-отель небольшой, два номера категории «Люкс», четыре «Комфорта» и стандарты. Стандарты с террасой и стандарты с видом на лес. Сейчас мы находимся с вами в номере «Комфорт». Просторный номер с большой двуспальной кроватью, с заполнительным диваном и, конечно же, с террасой с видом на Волгу. Я вас приглашаю. Гости, кто приезжает сюда первый раз, конечно, их охватывает полный восторг, потому что находиться на берегу Великой Русской реки Волга, смотреть на эти просторы, смотреть на старую часть города, на Ипатьевский монастырь. Его отсюда очень хорошо видно. Конечно, ради этого стоит приехать в Кострому и поселиться в нашем отеле «Круиз». Соглашусь с вами. В каждом номере категории «Комфорт» и «Люкс» – чайные наборы, кофе и чай, вода, питьевая, мини-холодильники с мини-баром. Ванная комната очень просторная, с полноценной ванной. В каждом номере, независимо от категории, находятся халаты, катметические принадлежности, сапочки. Вода теплая и холодная, все есть. Ну а теперь добро пожаловать в наш «Люкс». Здесь терраса, конечно, очень большая. Здесь можно проводить, по-моему, вечеринки, танцы, дискотеки. Вечеринки! Да, вечеринки. Здесь, кстати, девочки иногда собираются на девичники, и здесь можно очень хорошо погулять и развернуться. Пойдемте, я вам покажу наш номер полностью. Итак, это гостевая зона, где гости, которые приехали в командировку, могут поработать, провести деловую встречу. Ну и, конечно же, хорошо отдохнуть в спальне, которая имеет очень необычную полукруглую форму, приглушенный свет, который создает романтическое настроение. Конечно, здесь можно очень хорошо отдохнуть. И это излюбленный номер всех молодоженок. В номерах категории «Люкс» в ванных комнатах ванных закузе. Пожалуйста, проходите. Косметика вся категория «Люкс». Очень удобная большая ванная. Также халаты, тапочки, необходимый полотенце. И все, что надо, по запросу, вы можете получить дополнительного администратора. Даже в ванной, в которой можно остаться и жить. Ну, а теперь пройдемся в наш ресторан. Приглашаю вас. Попробовать блюдо авторской кухни, которое представлено в нашем ресторане. Присаживайтесь. Конечно, фишкой нашего ресторана является паштет. Здесь представлен паштет из кролика, соусом из брусники и лесным фундуком. Подается с тостами, обжаренными на греле. Я рекомендую очень вам попробовать. Это просто фирменное блюдо. И салат. Один из самых популярных среди наших гостей. Это салат с королевскими креветками, с маринованными цукени и оливковой землей. Приятного аппетита. А вот и наша изюминка. Летняя веранда. Давайте пройдем. Пройдемте. Ну вот, такой же вид, только еще выше, как в номерах. Люкс, комфорт. Еще выше, еще круче, еще дальше. Выше, выше. Да. Представляете, какой здесь был обзорный фейерверк. Было очень красиво. Добрый день. Как часто вы бываете в этом отеле? Вот в отеле мы второй раз. Великолепный отель. Просто мы здесь отдыхаем. Здесь все так хорошо. Общительный персонал. В общем, никаких вопросов. То есть отель, вот, пять звезд. С плюсом. Чем вас привлекает этот ресторан-отель? Ну, сервис очень вкусно готовят здесь. Очень удобные номера и, конечно, замечательный вид на Волгу, когда ты, можно сказать, встаешь утром, а вот у тебя прямо Волга. Очень замечательно. Вместо локации берет свое. Да, очень нравится. Итак, подводя итог, хочется отметить, что круиз-отель находится не только в живописном месте, но имеет такие плюсы, как приветливый персонал, стильный дизайн, комфортабельные номера, потрясающий вид, ну и, ну и наивкуснейшая кухня, которую я советую попробовать абсолютно всем. Ну что ж, это был проект «Лучшие Костромы» по версии Клач ТВ. На сегодня это все. В историческом центре, в самом сердце нашего города, расположился роскошный «Я-отель». Здесь все рядом. Анастасинский монастырь, торговые ряды, Каланча. И мы прямо сейчас идем туда и посмотрим, как он выглядит изнутри. Ого, интерьер уже поражает. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Я бы очень хотела посмотреть, как у вас здесь все устроено. Вы мне покажете? Да, конечно. Пойдемте. Отлично. Здесь у нас находится ресторан. Гости обычно здесь у нас завтракуют, обедают, ужинают. Шведский стол. Вау, здорово. Пойдемте посмотреть. Конечно, хочется сразу все попробовать. Пойдемте, я вам покажу банкетный зал. Он у нас небольшой, но, тем не менее, очень уютный. Да, очень красиво. Смотрите, друзья, какие люстры. Также в нашем ресторане есть недавно построенная веранда. Здесь. Ну, она еще. Нет, на самом деле она работает, но как только станет теплее, то гости смогут здесь тоже разместиться. Вот так. Отлично. Пойдемте, покажу вам холл. У нас довольно большой холл. Здесь также размещаются различные магазинчики небольшие. Здесь ювелирный. Пожалуйста, наш винный склад при гостинице. Шоу-рум находятся вязаные одежды. И также вот небольшие сувенирчики для гостей, кто хочет приобрести. А здесь, наверное, можно отдохнуть на этих чудесных, мягких диванах. Да, конечно. У нас при гостинице есть лобби-бар, то есть гости могут спокойно прийти, сесть, выпить чашечку кофе, поговорить. Так что провести время в приятной компании. Пойдемте дальше. Я вам покажу наши номера. Пожалуйста, сюда в лифт. Это действительно любопытно. Начнем, скажем так, с изюмин нашего отеля. Это номер категории «Романтик». Он предназначен у нас для молодоженов больше. Пожалуйста, большая, круглая кровать. Ого! С очень удобной ванной. Посмотрите, как это здорово! Ванна прям. Ванна кровать. Все рядом. Да, а также здесь есть санузел с душевой кабиной. Дальше номера категории «Комфорт». Комфорт двухместный. Комфорт двухместный у нас есть такая небольшая мини-кухня. Да, конечно, проходите. Небольшая мини-кухня. Две кроватки. То есть по желанию гостей мы можем их раздвинуть или сдвинуть вместе, как будет удобно. То есть в номере также есть такой вот столик для их удобства. И, конечно же, в каждом номере у нас есть санузел. Еще есть коандиционер, что между точками тоже. Да, немаловажно, потому что когда жарко, можете посмотреть в ванную комнату. Так, и номер категории «Стандарт двухместный». Тоже довольно-таки удобный номер. Две кроватки. Различие между стандартами и компортами в том, что в стандартах нет единственное, что только мини-кухня. Также телевизор, кондиционер, удобные кровати с удобными матрасами, санузер. Также по желанию гостей у нас в каждом номере есть холодильничек вот здесь. То есть гости могут им воспользоваться, по желанию можем достать имени. Еще я знаю, что у вас есть особенность такая, что у вас есть номера для людей с ограниченными возможностями. Да, конечно, можно спуститься на первый этаж. Там у нас есть номер для людей с ограниченными возможностями. Здесь номер немного, он недоукомплектован, не знаю, что. То есть для людей с ограниченными возможностями вот такая небольшая кровать получается 140. Но она больше, чем стандартная, как мне кажется. Ну, в принципе, да. Все для удобства. Здесь в ванной комнате, то есть отличие идет в том, что есть поручни. Есть такое сидение. Опять же, все для удобства гостей. Мы сейчас идем, скажем, в ту часть гостиницы, где находятся у нас салоны красоты. Это в основном парикмахерская, маникюрный салон и массажник. Идем, я вам покажу. Также у нас при гостинице присмотрена багажная комната, где гости могут оставить свой багаж, если приехали раньше или им требуется после выезда что-то оставить. Лучший отель в городе. Да? Да, серьезно. Почему? Ну, потому что, во-первых, тут сервис, интерьер, ну и... Да, слов не надо. Посмотрите вокруг. Ксения, большое спасибо вам за экскурсию. Только самое положительное впечатление оставил отель. Пожалуйста, приходите. Будем вас ждать с друзьями, с родственниками. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Что ж, друзья, это был проект «Лучшие Костромы». Обязательно посетите ее отель. Вам здесь точно понравится. Добрый день. Меня зовут Лариса Браус. И это проект «Лучшие Костромы» гостиницы по версии Клач ТВ. Сегодня мы находимся на территории ресторанно-гостиничного комплекса «Самоковский». Он расположен в тихом, экологически чистом и удаленном от городских улиц месте недалеко от Ярославского и Ивановского шоссе. Здравствуйте. Меня зовут Лариса. Мне очень интересно, как устроен ваш ресторанно-гостиничный комплекс. Может быть, вы мне покажете? Здравствуйте, Лариса. С удовольствием покажу все наши апартаменты. Гостиница небольшая, светлая, уютная, комфортабельная и очень чистая. Разрешите, я вам покажу сейчас один из номеров. Проходите, пожалуйста. Так выглядят наши номера. Светлые, уютные, теплые. У нас есть холодильники, кондиционеры, если вам будет очень жарко. Мы старались действительно, чтобы людям было комфортно здесь отдыхать. А это наш номер люкс. Пожалуйста, проходите, посмотрите. Вау! Как правило, мы сдаем этот номер нашим молодоженам. Посмотрите, какой он уютный, светлый. Он маленький, но очень уютный. Проходите, пожалуйста, Лариса. Здесь в нашем банном комплексе располагается большой красивый гостевой дом. Называется он Емеля. Здесь можно приехать большой компанией, остановиться надо несколько дней. Наверху у нас три шикарные спальни. Спальня для малышей, комната отдыха небольшая и две гостевые спальни. А теперь, Лариса, я хочу продолжить нашу экскурсию и показать не просто бани, а целый комплекс наших самоковских бани. Вы чувствуете, как пахнет дымом? Да. Обратите внимание, сейчас я вам покажу нашу парилку, где топится бани на дровах. Ароматы вообще чудесные. Великолепный пар. Пар до 120 градусов. Когда вам станет очень жарко, вы можете вылить на себя из ушата прям целое ведро холодной воды и нырнуть в бассейн. Вот так вот в мороз, в горячую воду. Она горячая, да? Здесь всегда можно отдохнуть друзьями, компанией. Больше мне нравится купель с теплой водой. Сюда спускаешься, как в маленькую деревню. Деревня в городе, так и ладно. Мама, нигде не увидишь. А теперь, Лариса, разрешите пригласить вас в наш семейный ресторан Самоков. Вот это настоящий щедрый русский стол. Ну, в этом русском столе итальянская пицца, американский бургер, прекрасный русский салат и форель. Попробуйте. Это все очень вкусно. Делается только перед приходом гостя и только для гостя. Эх, плакала моя фигура. Не могу держаться. Очень хочется все попробовать. Приятного аппетита. Спасибо большое. Здесь очень вкусный соус у салата. Я наслаждаюсь. Мы отдыхаем здесь на протяжении уже лет пяти. Все праздники, юбилеи, детские дни рождения мы отмечаем здесь. Услуги гостиницы также включены. Континентальные завтраки. Сытные по-русски, богатые. С кашей, с блинами, со сгущенкой, со сметаной. Друзья, мы побывали в ресторанно-гостиничном комплексе Самоковский. Я искренне вам хочу сказать, что это отличное место для отдыха душой и телом. Это был проект «Лучшая костра-мой гостиницы» по версии Клач ТВ. Меня зовут Лариса Браус. Не забудьте подписаться на канал Клач ТВ. Всем пока. Это были лучшие гостиницы Костромы по версии Клач ТВ. Напоминаю, партнер проекта – Центр амбулаторной хирургии ЦАХ. Субтитры создавал DimaTorzok